Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем тестировать мед. Мед это такой продукт, который очень часто подделывают, поэтому сегодня я расскажу, как выбрать хороший мед, а также мы с вами проведем несколько народных тестов. Но перед тем, как посмотреть видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. У меня сегодня мед с пасеки, не из магазина, его мне дал дедушка, он попал в код своего знакомого. Конечно же, никаких документов он не проверял, поэтому проверить, насколько этот мед хороший, будет очень интересно. Первое, на что нужно обратить внимание при покупке меда, это цвет. Цвет может варьироваться в зависимости от того, из каких цветков сделан мед, как его хранили и так далее. Но главное, мед всегда должен быть прозрачный, он может быть темный, он может быть светлый, но и по густоте, кстати, он может быть тоже густой или жидкий. Но если вы на него посмотрите, он должен быть прозрачный и без помутнений. Если мед с какими-то примесями, помутнениями или осадком, то такой мед лучше не покупать. Второй момент, это густота меда. Некоторые считают, что мед нужно обязательно брать жидкий, некоторые думают, что его нужно брать густой. Как же обстоят дела на самом деле? Как правило, молодой мед всегда жидкий, и потом, со временем, он начинает густеть, то есть происходит процесс кристаллизации. Существует такое мнение или народные поверят, что хороший мед якобы обязательно должен загустеть к зиме. Это не совсем так, потому что степень загустения, точнее скорость загустения меда может быть разная. Это зависит от многих факторов, от состава меда, от хранения его. Чем больше в составе меда содержится фруктоза, тем медленнее происходит процесс кристаллизации. Поэтому вы можете купить по-настоящему качественный, хороший мед, но к зиме он у вас сильно не загустеет. Не спешите его выбрасывать, скорее всего он хороший, просто он будет долго загустевать. Это нормально. Как же проверить, поддельный мед вы покупаете или настоящий, насколько хороший мед, который вы берете, например, на ярмарке или в магазине. Существует много народных способов, мы сейчас с вами все их проверим, но на самом деле наиболее достоверное будет только тест меда в лаборатории. Поэтому при покупке меда обязательно проверяйте документы. Документов на мед очень много, есть у нас и госты, и медицинские книжки у работников, и там всякие документы на пасеку. Их очень-очень много, и на самом деле в России у нас стандарты по меду намного выше, чем, например, в Европе. Но так как к лабораторию отнести может не каждый, далеко не каждый, я даже не знаю, вообще есть у нас в городе лаборатория такая или нет. Поэтому сейчас мы с вами проверим мед народными способами. И первый наш тест будет с йодом. Мы с вами берем мед, отложим его сейчас в маленькую мисочку. Он у меня уже достаточно долго стоит и стал густой, кристаллизовался. Так вот сюда положим. И теперь мы с вами возьмем йод и капнем в мед. Нам нужно, чтобы мед цвет не поменял. Если мы увидим синий цвет, это значит, что в этот мед добавили крахмал для того, чтобы он хорошо загустел. В настоящем меде, конечно же, крахмалу быть не должно. Я еще раз напомню, что у меня мед не из магазина, а это вообще баночка из томатной пасты. Просто дедушка мне отложил мед именно вот в эту банку. Какая была, свободная, туда я поставила. Итак, берем йод. Вот у меня йод с кисточкой. И будем капать. Прошло уже, наверное, секунд 10, и йод свой цвет не поменял. Посмотрите, он остался таким же. Вообще ничего не происходит. Значит, мед хороший, крахмала у нем точно нет. Второй метод. Мы сейчас будем капать мед на обычную бумагу. У меня вот такая плотная А4. Можно брать газету, он вообще, в принципе, все равно. И будем проверять, оставит мед мокрый след на бумаге или нет. Натуральный мед, бумагу, должен оставить сухой. Если останется мокрый след, значит, мед не очень хороший. В нем присутствует больше влаги, чем должно быть. У нас по стандарту есть какие-то определенные нормативы, сколько влаги должно быть в меде. Берем. Прямо из баночки положим на бумагу. Положили. Давайте подождем хотя бы секунд 30 и посмотрим. Останется мокрый след здесь или нет. Смотрим. Вот у нас мед на этой стороне. На обратной стороне листочка все сухо. Сейчас мы еще мед ложечкой соберем и посмотрим. Мокрого следа нет. Это значит, что мед по содержанию влаги хороший. Третий тест проводится с кусочком хлеба. Я думаю, многие о нем знают. Кусочек хлеба нужно окунуть в мед, оставить минут, наверное, на 10 и посмотреть. Потом, когда мы хлеб достанем, если мед натуральный, хлеб должен затвердеть. Если мед ненатуральный, то он останется мокрым. У меня мед достаточно густой, и, возможно, мне сейчас придется его чуть-чуть подогреть. Пусть так вот в чашечку кладем. Я мед погрела немножечко, буквально 5 секунд. Теперь мы кидаем туда хлебушек и оставляем на 10 минут. Пусть хлебушка у нас пока постоит, а я вам расскажу как раз про нагрев меда. Многие думают, что мед почему-то нельзя класть в горячий чай, якобы он становится ядом. На самом деле это неправда. Я не знаю, откуда это вообще пришло. Читала, что это вообще какой-то аюрведы. В общем, ничего научного здесь нет. Мед можно класть в горячий чай. Это безопасно. Дело в том, что мед при длительном нагревании может выделять какие-то вредные вещества. Вы можете все почитать в научных работах, в всяких научных исследованиях в интернете. Например, у того же Роскачество. У них, кстати, все довольно хорошие статьи выходят на тему продуктов. Так вот, мед, когда ты кладешь его в горячий чай, он может потерять какую-то незначительную часть своих полезных свойств. Но опять же, не все. У него остаются аминокислоты, какие-то полезные витамины. И ядом он точно не станет. Поэтому смело делайте чай с медом. Ничего страшного, ничего плохого от этого не будет. И все-таки мед намного полезнее, чем обычный белый сахар. И, кстати говоря, насколько я знаю, на пасеках мед тоже иногда проходит пастеризацию. То есть мед после того, как его собрали, нагревают до определенной температуры. Есть вещество, которое выделяется при нагревании. И у нас вот как раз в России очень высокие стандарты. Поэтому по содержанию этого вещества в меде, его там никогда не будет много. Так что и покупайте мед в магазинах. Он, скорее всего, будет безопасный, потому что он проходит проверку качества. Я уже просто замучилась отвечать на комментарии, когда мы выкладываем этот рецепт чая. Мы очень часто, наверное, практически всегда добавляем в этот чай мед. И вот под каждым рецептом кто-то напишет, что так делать нельзя, что вы делаете, это опасно. Нет, друзья, запомните, пожалуйста, это безопасно, это вкусно и даже полезно. И следующий эксперимент у нас с горячей водой. Это, кстати, может быть чай или кофе, но для того, чтобы вам было хорошо видно, я взяла просто горячую воду. Мы сейчас с вами берем мед и размешиваем его в стакане с водой. Здесь не должно остаться никакого осадка. Мед должен размешаться равномерно. Я беру половинку ложки, ой, копнула, и вот так вот опускаю. У меня мед уже достаточно густой, поэтому он, наверное, будет достаточно долго размешиваться. Посмотрите, мне кажется, мед просто шикарно размешался. Вода стала прозрачной, никакого осадка нет. У нас здесь сверху появилась немножко белой пены. Не знаю, нормально это или нет, но мне кажется, что да, потому что мы просто достаточно интенсивно размешивали. А так все однородное. Мне кажется, это очень-очень хорошо. Нам осталось еще 4 минуты, пока наш хлебушек лежит в меде. Я хочу вам рассказать еще немножко про хранение. Мед правильно хранить в темном месте при температуре до 20 градусов. То есть в холодильник его убирать не нужно. Где-то на жаркой кухне его хранить тоже не очень хорошо. И вообще мед, если он распасован по баночкам, хранится год. В герметичных крышках на производстве упакованный мед может храниться до 2 лет. Опять же, это нужно смотреть обязательно на баночки. То есть нет такого меда, который будет стоять 10 лет и не потерять своих полезных качеств. Сегодня мы с вами тестируем один какой-то неизвестный мед с неизвестной пасеки. Если вам интересно, напишите в комментариях. И в следующий раз мы проведем точно такой же тест вот этими народными способами, но возьмем каких-то известных производителей, например, 4 банки разного меда и сравним, какой мед окажется лучше, а какой хуже. Время прошло, достанем наш хлебушек. Это, в принципе, его можно не доставать, потому что я его уже трогаю ложкой, и он прям жесткий. Он такой жесткий, как будто бы я его в духовке запихла или подсушила, а была свежая чиабатта, я только вчера ее купила. Вот он прям стучит. Слушайте, наш мед с неизвестной пасеки, который мы взяли у дедушки, он оказался по всем народным тестам просто суперклассным, поэтому я считаю, нужно сейчас дедушке позвонить и спросить, где он этот мед убрал и купить еще несколько баночек. Я уже говорила в начале видео, мне очень хочется верить этим тестам, тем более, что мой мед оказался хорошим по их результатам, но качество продукта правильно определить могут только в лаборатории. Поэтому это все-таки народные тесты, которые мы делаем, наверное, больше для самоуспокоения, хотя, возможно, вдоль правды у них все-таки есть. Пишите в комментариях, если наши тесты вам понравились, пишите, если вы хотите, чтобы мы купили мед в магазинах и протестировали его таким способом, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok